МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Итак, действительно ли уже в эти выходные мы сможем надеть летние вещи? И откуда к нам идет теплый воздух? Ну, как всегда, идет с юга. Понятное дело, что север нас теплом не снабжает. Либо это случается, но крайне редко. Балканы, Восток-Средиземноморье, Турция. Вот снабжают нас этим теплым воздухом. Вот единственное, я бы, конечно, сделал оговорку, что лень до летней одежды дело не дойдет. Все-таки в последние дни марта, 30-31 марта, в Подмосковье, например, выше 15-16 градусов не будет. И коротким рукавом здесь вряд ли обойдешься. Придется надевать легкую, но курточку. Но все-таки температурный рекорд ожидается? Вы знаете, скорее всего, да. Может быть, что-то близкое к температурным рекордам, но на самом деле для конца марта, например, по той же самой Москве, самые максимальные температуры с 15-й, 2007-й год, это температура порядка уже около 20 градусов. То есть нам не хватит, наверное, двух-трех дней, чтобы побить эти рекорды. Но мы к ним очень-очень основательно приблизимся. И вообще, конечно, финал марта будет просто почти сказочно. Ваши коллеги при этом обещают гигантские перепады температуры в течение суток почти на 20 градусов. Это тоже случится ближе к выходным? Вы знаете, вот это, наверное, преувеличение. Это классическая журналистская вещь, когда придается слишком много значения тем или иным изменениям погоды. Гигантскими эти перепады температуры я бы не назвал. И потом вот 20 градусов повышения, понижения температуры, это скорее значения, характерные для гигантского континентального климата. Ну, например, что-то похожее произошло в Бурятии и Забайкале, когда монгольский стекло сначала задрал температуру до 10-12 градусов тепла, а потом также резко опустил ее до 10-12 градусов мороза. И при этом были пыльные боли, которые принесли впечатляющее зарево и красоту неба в Преамурии, о котором наслаждались уже мы сегодня утром в телеграм-каналах и в сообщениях информационных агентств. Поэтому для нас, для умеенного континентального климата, если мы помним из учебников географии, то такие резкие перепады температуры скорее характерны только для зимы. Для весны все-таки они будут меньше. Да, но при этом похолодание будет. У нас не самые теплые дни 30-31 марта, у нас 1-2-3 апреля самые теплые дни. И вот когда температура будет очень близко подбираться к плюс 20 градусам, и на солнце действительно можно попробовать походить в одежде с коротким рукавом. Да, но вот в прессе появляются сообщения о том, что в мае не просто похолодает, а может выпасть и даже лечь. Снег, по крайней мере, речь идет о Москве. Это тоже журналистское преувеличение? Или все-таки есть все основания полагать так? Я думаю, что это попытка забежать немножко вперед. Погода предсказывать на более чем на 7-10 суток с такой подробностью и с такими деталями еще не научился ни один искусственный интеллект, а тем более ни один синоптик. Все это дается в отклонениях от нормы. И не нужно смотреть так далеко, потому что именно после 3 апреля в средней полосе резкое изменение погоды. И здесь вот как раз то, что вы упомянули, снег, сильный ветер и понижение температуры до отрицательных значений, вот это вот ждет среднюю полосу в период с 5-6 апреля. Так что не надо ждать мая, а в мае действительно, и если смотреть климатические справочники, климатические ряды, то там действительно бывает и снег, бывают и отрицательные температуры, и все это бывает едва ли не ежегодно. То есть волны холода у нас, черемуховые холода, ведь не зря названы именно так в период расцвета черемухи, и дубовые холода еще есть, когда начинает, так сказать, зацветать дуб. Так что это весна, когда наряду с волнами тепла еще нас посещают и волны холода. Тем более я хочу сейчас сказать, что вот, например, на декаду вперед, на 10-дневку вперед, большая часть европейской территории в очень хорошем теплом воздухе и положительной аномалии достигают 4-6 градусов. И там на подходе, на западе европейской территории России, значение на 8-10 градусов, превышающие норму. Но при этом на севере, Архангельская область, Северкоми, Мурманская область, Северкарелия, там отрицательная аномалия температуры. И если только вот этот поток с юго-запада прекратится, этот холод, который нависает над европейской территорией, он моментально устремится. И прогнозы говорят о том, что устремится он как раз 5-6 апреля. Хорошо, в таком случае, если не забегать далеко вперед, но проанализировать ближайшую ситуацию в Москве, Подмосковье, вообще в центральной части России, как скоро может полностью сойти снежный покров, по вашей оценке? Я думаю, это пятидневки с 30 марта по 3 апреля, например, в Подмосковье совершенно определенно хватит. Причем, что самое интересное, на западе, на северо-западе, Крин, Можайск, это произойдет уже к 30 марта, а на северо-востоке и востоке, и на юго-востоке, где самые высокие сугробы зимы лежат, то здесь это произойдет именно 2-3 апреля. А какую оценку вы могли бы дать уходящему марту? Он действительно был как никогда засушливым? Ну, как никогда засушливым я бы не сказал, потому что есть еще такой уникальный случай, как март 1857 года, когда в Москве не выпало ни капли. У нас все-таки 25% месячной нормы, четвертмесячной нормы это достаточно много, но как-то никто этого не заметил, по-моему, все радовались большому количеству и большой длительности солнечного сияния. Солнце нас просто порадовало в этом марте. А температура? Ну, температура превысила норму, но не слишком сильно. После холодного января это был небольшой, но приятный подарок. Вы нам не разрешаете забегать вперед, но очень хочется все-таки спросить, каким вы ожидаете предстоящее лето? Я его ожидаю летним. Со своими сюрпризами, с яркими грозами, с жаркими волнами тепла, с 30-градусной жарой. Но когда это произойдет, я расскажу это буквально за неделю, за пять дней до наступления этих событий. Спасибо, Александр Васильевич. О погоде мы говорили в прямом эфире с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым.